Китай довольно долгое время наращивает покупки нефти и газа из России, Ирана, Венесуэлы и некоторых других стран, причем в юанях, утверждает Financial Times. По мнению аналитиков издания, Пекин всерьез рассчитывает тем самым изменить мировой энергопорядок. Торговля топливом за юани изменит мировой энергопорядок. О такой возможности сообщают аналитики Financial Times. КНР, как указывает издание, уже продолжительное время наращивает покупки нефти и газа из России, Ирана, Венесуэлы и ряда государств. Африки именно за юани. Си Цзиньпин на встрече с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива обозначил, что Китай готов рассчитываться за сырье в своей национальной валюте. Это, по мнению аналитиков Financial Times, и обозначило, цитата, рождение нефти юаня. Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики инвестиционной компании «Восточные ворота» Александр Тимофеев. Китай и так крупная нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая держава. Его связи с той же Венесуэлой были обширны и до всех последних событий. Конечно, Китай получил грандиозный козырь в виде возможности покупать российскую ефт с огромным-огромным дисконтом. К сожалению, Китай вообще еще до конца не вышел из блокдауна, и поэтому последние несколько лет его собственное потребление было не очень большое. Китай усилит свои позиции и, безусловно, может стать очень мощным игроком. Но всех событий в юанях в мировой торговле, дай бог, чтобы составлял 1%. Когда мы говорим, что кто-то что-то покупает за юаней, возникает вопрос, а куда эти юани дальше будут девать и кто может на них купить, кроме нефти. Кажется, что этот рынок пока не сложился, и те разовые сделки, которые проходят, скорее характеризуют желание всех сторон снизить санкционные риски для компаний и уйти в плане платежей от пристарного контроля американской или европейской властей. Чем реальная возможность создать продукт? Начало положено. Китайцы регаты, которые умеют играть в долгую. Я думаю, что когда-то это может произойти. Но на горизонте ближайших событий говорить о том, что юань дайнет свое достойное место как резервной валюты, как валюты альтернативной доллару, я думаю, очень и очень преждевременно. Я думаю, что китайцы будут действовать постепенно. Сначала занять свое место в торговле нефтью и газом, потом научиться перерабатывать, занять свое место в торговле синтезом, а потом уже, как пойдет, возможно, потянутся другие товары. Для доллара пока опасности нет. Александр Тимофеев, кроме расчета в юанях, как считают аналитики, перекроит устоявшуюся архитектуру энергорынка и то, что Китай планирует при поддержке ближневосточных государств добывать углеводороды в Южно-Китайском море.